В Твери прошла расширенная коллегия управления Министерства внутренних дел. Полицейские подвели итоги работы ведомства в прошлом году, а также обсудили предстоящие задачи. Участие в мероприятии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. О вызовах, с которыми столкнулись работники правоохранительных органов, в сюжете нашего корреспондента. В регионе, по данным полиции, почти на 9% сократилась преступность. Снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Положительная динамика отмечена в ликвидации криминальных схем в сфере IT. Пресечена деятельность преступной группы, которая совершила более 200 хищений денег. В ее состав входило 17 человек. А сотрудниками уголовного розыска пресечен незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Достойные результаты мы показываем по борьбе с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. С их незаконным оборотом так изъято более 2000 боеприпасов в ходе нашей деятельности. Выявлено более 100 преступлений. Изъято более 8 килограмм взрывчатых веществ в результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. В регионе повысилась эффективность части выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2022-м ликвидировано несколько крупных нарколабораторий. Пять подпоренных нарколабораторий, действующих на территории Кувшиновского, Калязинского, Торжокского, Лихославльского районов. Из незаконного оборота изъято более 390 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Выступая с докладом об итогах работы в 2022-м году, начальник ОМВД России по Тверской области Сергей Камышев отметил, что перед полицией стояло немало задач, с которыми сотрудники органов внутренних дел успешно справились. Обеспечен правопорядок при проведении более 1500 массовых мероприятий. Принятые меры способствовали снижению числа краж, дистанционных хищений, денежных средств. Сократилось количество убийств. Меньше совершено разбойных нападений, краж угонов, транспортных средств. Полицейские, показавшие высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, удостоены ведомственных наград. Почетную грамоту Министерства внутренних дел РФ вручили Денису Трушину, старшему участковому Твери. Профессии молодой человек уже 6 лет. Работать в полицию пошел по стопам отца. Служба все-таки ближе к народу, к населению. И мне так интереснее показалось. Вот пошел в эту службу. Глава региона, принимавший участие в коллегии, отметил, что в прошедшем году на территории Верхневожья успешно решали задачи, поставленные Министерством внутренних дел РФ. Регион стал одним из лидеров в нашей стране по снижению количества дорожных транспортных происшествий. Соградилось количество мошенничеств и хищения денежных средств с банковских счетов. По горящим цедам успешно расследованы громкие преступления, отчетшие общественные изонансы. Просвечена деятельность преступных групп, которые специализировались на хищении дорогостоящих автомобилей в городе Твери, а также краж из большерудного автомобиля. Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную работу и охрану правопорядка и вручил награды полицейским, достигшим высоких результатов служебной деятельности. Приоритетными направлениями совместной деятельности УМВД и регионального правительства Игорь Руденя назвал нейтрализацию укроз экономической безопасности, содействие стабильной работе предприятий, которые решают задачи импортозамещения и технологического суверенитета. Губернатор подчеркнул необходимость продолжения работы по борьбе с нарушениями миграционного законодательства и регулированию иностранной рабочей силы в регионе. Также среди приоритетов дальнейшая борьба с киберпреступностью.